Муха. Муха, одна уха. Точнее, муха, одна уха. Многие забывают то, что муха это от Мухтара. А не потому, что он муха, самка Заяца Беляка. Он брутальный самец, вы посмотрите на него. Какая он самка. А почему муха? Почему вообще Мухтар? Так когда он прибыл ко мне с кучей опарышей, с кучей рваных ран, я безумно хотела его назвать опарыш, но все мои знакомые и все волонтеры не одобрили эту кличку. Мне вообще показалось, что они меня убьют, если я так зайца назову. Поэтому я пошла обходным путем. Я спросила, пойдет ли Мухтар. Все Мухтара одобрили. И я взяла и сократила до мухи. Все. На зайц вот путь отрезан. Ты не опарыш, ты муха. Ты муха. Детя, какая муха. Большая, брутальная муха. Какой ты красивый. Заяц, который всем показывает фигу. Очень общительный. Да. Нужно было поехать как раз в экспозицию, в экоцентр Лосиного острова, но не очень хотелось их разлучать сокой, потому что они все-таки хорошо живут вместе в этом небольшом вольере. Без конфликта абсолютно. И как бы там уже есть самец, наш пермяк, который ныне переименован в Петю. Двум самцам в одном вольере делать нечего. Ты меня укусил так? Так нежно кусь. Ты так нежно кусь. Иди сюда. Иди сюда, Масик. Я ничего не сделала. Успокойся. Я думаю, что ту штуку уже пора снимать. Видишь, никто в ней не застрянет, и она довольно мягкая. Все помяли ее. Ну, как суть. Ой, холодная. А ты как себя чувствуешь? Ты как себя чувствуешь? Вот такие все нежненькие в этом вольере. Сладкая парочка. Сладкая парочка. Ну, а как, кто не помнит, это зайчиха русака. Ну, и самка зайца русака, будем правильно говорить. Которую выкармливали биофаром. И, как и у всех зайцев, которых кормили кошачьим биофаром, в возрасте полутора-двух месяцев у нее вылезла катаракта. Но сейчас катаракта довольно мутная. Да мутная, мутная, светлая, темная. Ну, в общем, она невыраженная. Раньше у нее была практически полная слепота. Сейчас ее вот на камере не видно. Я ее вижу отчетливо, а через камеру как-то не очень. чего ты там ко мне подкрадываешься? Подозрительно. У них роман, но они друг друга не понимают. То есть, когда у Аки происходит гон, она всячески приманивает к себе муху. Но как только муха подходит к ней сзади, она начинает радостно его лупить. Именно радостно, помахивая хвостом, тряся головой, играя, она начинает загонять его в угол и мутузить. Естественно, без каких-либо там последствий в виде травм. Но как суть, муха очень стесняется этого. Он сразу такой сконфуженный становится. И все. На этом их романтика кончается. То есть, ухаживания у зайца-русака и зайца-беляка они довольно сильно отличаются. Потому что у русаков происходит длительный гон, когда они выходят на поля и долгое время боксируют. А у беляков, как правило, просто гонка. Догоняют самку и на этом все и заканчивается. Они редко собираются в большие группы во время гона. Вон, давай. Ням-ням. Ням-ням. ГОВОРИТ ПОお願いします. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...